Здравствуйте! На телеканале Север очередной выпуск программы Спорт 100 и я ее ведущий Андрей Калавангин. Хоккей один из самых зрелищных видов спорта в мире и в нашем округе он набирает стремительную популярность. О том, как обстоят дела сейчас у нас в хоккее в округе и какие перспективы ждут этот вид спорта, мы поговорим сегодня. И моими гостями сегодня будут председатель федерации хоккея в НАО Владимир Протасов и вратарь хоккейной команды Пингвины Николай Зиненков. Здравствуйте! Хочу сразу задать первый вопрос в связи с недавними событиями. Товарищеские встречи с командой из Усинска 9294. Что нас ждет на кубке губернатора все-таки? 9294. Ну, в принципе, результат-то был ожидаемый. Решили немножко обкатать ребят своих. Самое главное, что ребята очень сильно волновались. Это вот две шайбы. На следующий день уже поменьше и уже результат был получше как бы. На кубке губернатора, который состоится в марте, я так думаю, что результат будет тот же. Но постараемся выступить достойно. Николай, к вам вопрос. Вот столько шайб все-таки для вратаря. Но вы уже давно в хоккее. А каково это? Там игроки, наверное, высокого уровня достаточно, да, что столько забитых было или? Во-первых, пропускал я не один. Нас было несколько. Игроки очень высокого уровня. Там все люди, игравшие, кто-то в Омске, кто-то... Один игрок у них становился чемпионом в составе Ярославля. Люди очень высокого уровня. Так что не зазорно таких пропускать. Конечно, все надо брать. Ну, там очень-очень хорошие игроки. Ну, вот я знаю такое, что в прошлом году команда из Усинска Северная нефть, она заняла третье место среди трудовых коллективов по всей России. Ну, они так говорят. Мы-то не знаем. Они же наши гости. Мы гостей встречаем всегда дружелюбно. Не знаю, что ни таких игроков-то прижу сильных. Потому что у нас-то кто тут? Ребята все местные, выращенные на озере, на дворовых площадках. Ну, где-то лет десять назад мы встречались с такой же командой Роснефти. Ну, не этот же состав. Хотя некоторые там, знаю, есть там. Мы им проигрывали где-то за 20-0. Так что, я думаю, что сейчас мы лучше выступили. Следующий вопрос. Давайте вернемся к ночной хоккейной лиге. Мы раньше постоянно транслировали турнирное положение команд. В этом году немножко не получилось. Как сейчас там обстоят дела? И, может быть, уже известен победитель. Насколько я знаю, чемпионат подходит уже к концу. Ну, мы лидировали, команда «Пингвины» на протяжении всего чемпионата, на всех турах. Этих первых, вторых, третьих и четвертых. Осталась последняя игра. Ну, уже как бы по очкам мы там уже в недосягаемости. Ну, это, в принципе, ничего не значит. Это просто будет расстановка команд на играх плей-офф. Первая команда сейчас с четвертой, вторая — с третьим. Плей-офф где-то начинается, если не ошибаюсь, 26 февраля. Команды насколько сильно прибавили по сравнению с прошлым годом? А сейчас даже как-то и побыстрее забегали. Это действительно изменилась как-то подготовка или что-то другое? Ну, так это, во-первых, тренировки. Тренировки у нас проходят с тренерами. Тренера задают задачи, схемы, которые стараются игроки выполнять. И это воплощается в играх. Так что не видно уже такого хоккея, как раньше. Бей-беги, сейчас более-менее так он выглядит. А хоккей похоже. Ну, для примера, у нас в этом году одна игра с волками, с полярными волками. Три-два мы выиграли. Была очень упорная борьба. И те же полярные волки проиграли команде труд. Хотя в том году вот были пингвины, потом волки, потом другие команды. А тут уже все равно идет подравнивание. То есть уже такая принципиальная борьба уже с такие соперники, да? Просипиальная. Там и жесткая борьба уже с травмами. Да, через пару лет он выровняется где-то так примерно. Следующий вопрос хотел бы у вас узнать. Чего не хватает у нас сейчас в хоккее, чтобы, может быть, команды или, может, какая-то команда выходили на уровень выше, может быть, на уровне российских команд как-то играть, хотя бы, может, среди юниоров? Это вообще возможно или нет в нашем округе? Среди юниоров. Ну, не хватает в основном у нас, конечно, населения. Насколько я знаю, там, допустим, если в КХЛ, чтобы участвовать в КХЛ, нужно иметь стадион соответствующего уровня с трибунами для зрителей. Должно быть, допустим, сколько там? И 500? Да, да, да. Ну, не менее там 5000 зрителей. Да. В молодежке... В молодежке там, по-моему, зрители не нужны. Да. Вот в молодежке, в принципе-то, можно, но у нас... Мы не наберем количество, столько команд молодежных на Ринмаре. Еще, ну, может быть, через годиков пять уже будет, пока хоккей в моде, молодежь идет, дети идут. Была у вас команда сначала Заполярье, а теперь вы тоже основатель команды Пингвины, да? И вы являетесь примером для молодых ребят, которые тоже нравится хоккей, он зрелищный вид спорта. А есть ли сейчас ребята, которые подают надежды тоже, которые рвутся к каким-то результатам? У нас же в округе уже были виды спорта, мини-футбол, баскетбол, где ребята выступали на всероссийских лигах. Может быть, какие-то... Есть у нас ребята, кого могут пригласить в крупный клуб или до этого еще очень далеко? Да, я думаю, что пригласят. У нас ребята такие с бойцовскими качествами. Сейчас участвуем в золотой шайбе, а на золотую шайбу, на финальные игры, всегда приезжают из Москвы, из Питера и смотрят. Это наш, это туда пойдет. Если кто-то понравится, я думаю, что заинтересуется, и родителей заинтересует, и увезут от нас. Ну, мы еще пока только начали. У нас еще Ледовый дворец только появился, ну, пятый год. Я так думаю, что не одними массовыми катаниями будем заниматься. Больше, конечно, будем уделять спорту, в частности, хоккею. Система тренировок может еще изменится, может быть, еще больше ребят кататься. Детоверенность на самом деле нужна. Вот как раньше, во дворе кто лучше всех катается, тот, кто больше всех проводит на льду. И ничего ведь не поменялось. То же самое, если будет ребенок кататься там не один раз в день, а два раза в день, три раза в день, три раза в день, и еще семь недель вот умножать, и, соответственно, у него будет катание. Все зависит от катания. Николай, а вот к вам такой вопрос. Ребята в основном все стараются больше забивать шайбы, да? А вот есть, может быть, кто-то, кто любит стоять именно в воротах и защищать вот их тыл свой, своей команды, ну, или которые показывают тоже высокий вот уже уровень? Вы можете кого-то отметить в чемпионате? Ну, среди молодежи у нас вот два мальчика, есть два парня. Дима Кириллов, он участвовал, отстоял с «Северной нефтью» один период, очень достойно отстоял. И Антон Пашкин еще тоже. И есть, например, люди, которые вот с нуля, вот третий год играют, есть такой вратарь Василий Неверов, он играл тоже в сборной, человек-фанатик, сутками не влезал с поля, тоже молодец. Вратарей есть. То есть есть такие ребята, которые еще достигают, стремятся к цели какой-то, да, ставят для себя? Среди маленьких детей там есть с горячими глазами. Еще последний, наверное, такой вопрос. Скоро ночная хоккейная лига подходит к концу, и победитель поедет в Сочи. Когда это будет, и какие команды будут ждать ее там, команда победителя в нашем регионе? В прошлом году или что-то будет новенькое добавлено? Ну, там зависит от жеребьевки. Там же будет жеребьевка, и пока еще не знаем. Это будет ясно где-то в апреле. В апреле будем заходить тоже в статистику, смотреть, с кем играть, изучать игроков. Вот мы ездили на три турнира, и с каждым турниром уровень все растет и растет. И растет в геометрической пропорции, прогрессии. Потому что в последний раз были, там уровень был очень серьезный. Там просто профессиональный прессинг, и все, там очень серьезно все. Хотя вроде лига любительская, как бы там отсеивают игроков, которые занимались профессионально. Даже спортшкольникам нельзя как бы участвовать. А вот на людей смотришь, ну, как они катаются, и думаешь, что... Ага. Ну, это прежде всего зависит, конечно, от людей. Тренеры берут себе серьезного и занимаются с тренером постоянно. Исполняют игровую дисциплину и так далее, короче. Потому что у нас не всегда получается тренера слушаться, конечно. И еще хотел уточнить такой тонкий момент, наверное. Спортивные подготовки, в принципе, в любом виде спорта есть не только, допустим, вот у вас хоккей, да, и катание на коньках, и играете только с шайбой. А физическая подготовка, там, подготовка в зале, тактические какие-то вот схемы. То, что вы делаете, то есть уже появилось все или этого еще нету пока? На такой уровень-то вышел наш хоккей? Ну, детский хоккей на таком уровне есть у нас. А взрослые, мы по мере возможностей, то она ночная лига и есть. После работы идешь и играешь ночью. Теория, тренер все объясняет. Все на льду. Тренировка у нас полтора часа, так что времени хватает на все. Спасибо вам, ребят, за интереснейшую беседу. Напоминаю, что моими собеседниками сегодня были председатель Федерации по хоккею с шайбой Вадим Протасов и вратарь команды «Пингвины» Николай Зиненков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!